Итоги социально-экономического развития области и выполнения бюджета в первом квартале, состояние исполнительной дисциплины в областной и районных администрациях, выполнение законодательства по защите детей-сирот – эти и некоторые другие вопросы рассматривались во вторник на коллегии облгосадминистрации. Однако красной нитью прошла в очередной раз тема кадров на местах. По итогам первого квартала Одесская область заняла четвертое место по Украине, что довольно неплохо. Удалось стабилизировать ситуацию в промышленности, продукция наших предприятий востребована, а цена на хлеб на Одессине – самая низкая в Украине. Однако губернатор Эдуард Матвичук считает, что мы могли бы быть в лидерах по всем параметрам. Вниз нас тянет показатель наполнения местных бюджетов. И в связи с этим руководитель области вновь поднял вопрос работы кадров на местах. Мы же это разбираем. Разбираем о том, как работает глава администрации. Задаем простой вопрос, вменяемый он или невменяемый. Извините за такую откровенность, понимаете? Повышение зарплат, их легализация, увеличение количества рабочих мест, вопросы поступления в бюджет и средств от земли – по всем этим параметрам будут оценивать работу команд на местах. Губернатор напомнил о принятом на днях указе президента номер 307. Согласно этому указу, чиновников, которые до сих пор подчинялись киевским ведомствам, переподчинят губернатору. Через три месяца я вас поснимаю всех с работы. Лично, вот здесь на коллегии. Кто не будет работать? Уже не будет вот этого цирка, который здесь проходил, что мы здесь стоим, вас уговариваем, а вы там на центр работаете, решаете какие-то проблемы, которые только вас интересуют. Этого не будет. Согласно этому указу, полностью вы перейдете в подчинение руководителю областной государственной администрации. Уж поверьте мне, ни с кем играться не буду и баловаться ни с кем не буду. Матвейчук заявил, что часть госслужащих в городах и районах работают, чтобы обслуживать чьи-то личные интересы. Таковым был дан исправительный срок – три месяца. Малейшее замечание с моей стороны, малейшая мне информация о том, что кто-то работает в своих интересах, кого-то не интересуют интересы области, кого-то интересуют какие-то интересы каких-то людей, непонятно где находящихся. Я вас предупреждаю, моментально буду, как только это вступит в силу через три месяца, моментально сниму. В аппарате облгосадминистрации работает 660 человек. Чиновников же киевского подчинения на Одессине – около 12 тысяч. Так это же получался вообще абсурд. Мы за все отвечаем, а люди существуют в собственной плоскости. Приходят к нам на аппаратные, приходят к нам на коллегию, посидели, послушали им, и не указ ничего. Все, это закончилось. Закончилось. Теперь, по словам Матвейчука, киевские заступники недобросовестным местным работникам не помогут. И в первую очередь это касается тех, кто занимается выдачей всевозможных разрешений. Присутствовавший на коллегии мэр Одессы Алексей Костусев позицию губернатора поддержал, назвав ее единственно верной, пообещав разобраться и со своей командой. Кто у меня виноват, слетят за одну секунду. У меня эти полномочия есть все и сегодня. За одну секунду слетят. Ну, а тех объективно, через черточку, субъективных причин, которые мешают работать, я тоже больше молчать не буду. Потому что есть вещи, когда люди работают, а есть, когда упираемся в стену. И об этом мы будем говорить совершенно откровенно. О каких именно объективно-субъективных причинах, тормозящих город, идет речь, мэр не рассказал. Однако будем ждать очередных кадровых изменений в Одесской мэрии. Ну, а губернатор еще раз обратился к руководителям городов и районов с настойчивым требованием пересмотреть и перетряхнуть все кадры. Елена Мазур, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».